Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, в свете того, что как оказалось, трампист, спикер Конгресса Джонсон во время предвыборной кампании, ну скажем так, частично опирался на российские деньги, причем, ну это уже пишут не суить, пишут все, это не от меня информация, да? Общеизвестная уже с 16 февраля это все дело скачет по всем газетам американским. А он в отпуске, он отдыхает, они же устали, да, ну понятно, да. Переработал. Да, так вот, он использовал в своей предвыборной кампании российские деньги, именно путинские, потому что там один из спонсоров, как оказалось, вообще путинец и владелец оружейного завода в Туле, то есть там полный набор, да? Вот, у меня возникли вообще вопросы по американским спецслужбам о профессионализме каком-то, о их уровне, потому что мы что-то ругаем СБУ, частенько, да? Но, что мне кажется, что СБУ далеко не самая плохая спецслужба в мире, да? Вот я вот смотрю на американцев и понимаю другое раз значение слова днище. Вот, что я имею ввиду. Смотрите, спикер Конгресса, ну можно ли было туда избирать человека, у которого, ну вот такой бэкграунд, да? Ладно, спикер Конгресса, давайте, а Трамп? Что, нельзя было посмотреть, что кандидат президента, ну а он еще и был тогда кандидатом, потом президентом, США имел, мягко говоря, мягко говоря, приключения на России там, это никто не знал в тот момент, когда его избирали? Это нельзя было предотвратить от того, чтобы от этого становилось президентом тогда? Вопрос опять спецслужбы, а где вы были, а как вы работали, а где ваши анализы, какие-то предупреждения? Ладно, оставим даже персоналий в покое. Анализ ситуации. Значит, я помню первые дни войны, когда все тут дернули из Киева, а я остался. Потому что я знал, что Киев не сдадут. А вот спецслужбы США не знали. И я помню, тогда Байден выступил и сказал, 96 часов. И Зеленского там, все, как говорится, порывался эвакуировать. Правда, Зелий оказался не из таких, кто эвакуируется и кто бежит. Но они ему предлагали, говорили, 96 часов и рожисты будут в Киеве. Это на чем надо было основываться, на чем надо было, из каких данных исходить. Ведь поймите правильно, Байден, когда он тогда говорил, что 96 часов, он же ведь не озвучивал свою личную точку зрения. Он просто не обладал этой информацией лично. Он получил эту информацию от, опять-таки, своих спецслужб, которые вот таким вот образом наградили этой информацией. 96 часов и русские в Киеве. Вот, скажем так, на чем основывался, вот такой хороший вопрос, на чем основывался такой анализ, и каким образом вы его сделали, и чем вы вообще думали, и какого уровня эти профессионалы. Вам мало? Не, я вам сейчас еще подкину. Значит, Киеву они давали 96 часов, а вот афганскому правительству, помните, да, когда вот они вывели войска, они давали, ну, минимум год. Те же самые спецслужбы. Они ему давали минимум год, что они год продержатся, простоят. Ну, а там уже Бог его знает, как случится. Мы знаем, что афганское правительство те самые 96 часов как раз и продержалось. Несмотря на всю помощь США. Слушай, опять-таки, стоит вопрос. Уровень анализа, уровень тех, кто подготавливает эти доклады, кто анализирует, вообще уровень профессионализма. Вас, ребята, а где вас учили? Опять-таки, сегодняшняя вот эта вот патологическая боязнь того, что если Россия развалится, то ядерное оружие, мол, расползется, и будет кошмар, и будет ужас. Ничего не будет. Вот я честно, я не являюсь там спецслужбистом, не знаю, спецслужбистом и так далее, и так далее. Но мне абсолютно очевидно, что ядерное оружие будет гораздо проще собрать у 90 стран, условно говоря, пускай 90 их будет, да, на месте бывшей России, чем у одного шизоидного режима, то ли путинского, то ли послепутинского, неважно, режима Васильевича, скажем так, да? Потому что Васильевич начнет быковать, и все. А там будет 90 крайне ослабленных режимов, задача которых будет тупо выжить и тупо стать членами международного сообщества. Соответственно, продадут они за вот это членство международного сообщества, за международное признание, продадут имаму родную, поверьте мне. А за ядерное оружие даже речи нету, отдадут как миленький. Вот, опять-таки, кто делает вот такие анализы? Те же самые спецслужбы. Поэтому вот я и говорю, что если они где и остались, те спецслужбы более-менее нормальные, то они остались в Украине. А что там в Соединенных Штатах Америки? Ну, у меня, знаете, не, у меня нет знака вопроса, я все понимаю, я как раз очень все понимаю. Но у всех остальных должен бы хотя бы возникнуть какой-то вопрос. А где они учились и чего они вообще стоят?